Пока еще здесь сплошной цемент и бетон, но совсем скоро этот микрорайон превратится в настоящий рай для молодежи. Строящийся на месте старого мукомольного комбината культурно-досуговый центр будет включать в себя кинотеатр, актовый зал на 135 мест, тренажерный комплекс, а также художественные мастерские – все условия для нашей молодежи. Однако больше всех открытий ждет, как ни странно, ансамбль «Ингушетия», ведь значительная часть центра будет отведена для репетиции творческого коллектива. Директор ансамбля Магомед Досхоев не упускает возможности приехать и лично проследить за ходом строительства. Сейчас идут штукатурные работы, проводка уже проведена, сейчас они прокладывают видеонаблюдение, селекторную связь прокладывают, на втором этаже идет стяжка полов, ну, внутренняя работа в общем. Сейчас все репетиции ансамбля проходят в приспособленном помещении, в котором отсутствуют даже элементарные условия. Танцоры ютятся в тесных раздевалках, но это еще полбеды. В маленьком репетиционном зале ежедневно занимаются свыше 200 танцоров, совершенно разных возрастных групп. Коллективу катастрофически необходимо новое помещение, однако ждать осталось недолго. Подрядчики обещают сдать объект в течение этого года. Тогда у национального ансамбля появятся не только два просторных репетиционных зала, душевая и гримерные, а также и швейная мастерская. Директор ансамбля с удовольствием проводит экскурсию в будущую костюмерной. Это наша гордость. Прийдите, посмотрите, в каком состоянии наш сегодняшний костюмерный цех, и посмотрите, как здесь будет красиво и просторно. Не было никаких условий содержания очень дорогих костюмов. А здесь все предусмотрено. Кстати, здесь принудительная вытяжка будет работать, и костюмы не будут сыреть. У нас все время были проблемы с каракулевыми шапками даже. Возьмешь месяц-два, и уже все, они выходили из строя. Здесь, я думаю, здесь рядом есть комната, где мы будем содержать наиболее дорогие наши вещи. Молодежно-культурно-досуговый центр стоимостью почти 120 миллионов рублей строится за счет средств компании «Роснефть» по инициативе главы республики Винузбека Евкурова. Помимо репетиционного зала ансамбля на территории центра будет располагаться теннисный корт, бассейн, кинотеатр, художественные мастерские и многое другое, что будет развивать творческий потенциал нашей молодежи. Строительство идет полным ходом. Даже несмотря на пост, рабочие на объекте трудятся почти без выходных, чтобы успеть сдать объект к сроку. Работа идет с опережением. Зачем мы собираемся где-то в конце августа. В будущем рядом с молодежным центром планируется строительство школы, детского сада, поликлиники, а также торгово-развлекательного комплекса. Совсем скоро этот незрачный район Назране превратится в небольшой молодежный городок. Кстати, подобные центры планируются возвести и в других населенных пунктах республики. Карабулаки, Сужинском и Малкобегском районе. Но уже в будущем. Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24.